Добрый день, уважаемые! Очередное видео прочитаем вкусовые качества пчел. То есть, какой нектар пчелы любят брать? Сколько процентов? Ну, пчеловоды задают иногда сахар 50%, 60%, 70%, 80%. То есть, что они могут разобирать, различать? Какой нектар? Какой они берут в природе нектар? Сколько процентов? Итак, прочитаем. Пчелы очень разборчивы к концентрации нектара. Они обычно охотно берут нектар или сироп, содержащий свыше 20% сахара. Если же сироп содержит только 10% сахара, то одни пчелы охотно его берут, а другие слабо. Третьи же от него отказываются. Если сироп содержит только 5% сахара, то пчелы пробуют его, но брать отказываются. Здесь лежит их порог приемлемости. Причем он различается в зависимости от условий кормления. Если в данное время цветет много растений, нектара много, то этот порог очень высок, иногда даже около 40%. Осенью же, например, когда цветущих растений уже мало, порог падает до 5%. Существует другой предел порог восприятия, то есть наиболее низкая концентрация, способная вызвать раздражение органов вкуса. Порог этот очень постоянен и не зависит от изменения условий. Чтобы обнаружить этот порог, достаточно пчелам дать поголодать в течение нескольких часов. После этого пчелы готовы брать любой сироп, лишь бы он давал ощущение сладости. У голодных пчел порог восприятия всегда соответствует концентрации 1-2%. То есть, если 1% сахара и пчела помирает, естественно, она будет кушать все, что ей подадут. Пчелы никогда не используют сироп с низкой концентрацией сахара для созидания запаса вулии. Такой сироп, если его отложить в соты, не может храниться долгое время. Кроме того, для превращения нектара с низким содержанием сахара в мед, пчелы должны дополнительно затрачивать большую энергию. Известно, что много различных сахаров, и большинство из них для человека кажутся сладкими. Из 34 сахаров и сахароподобных веществ, испытанных фришем, сладкими для пчел оказались только 9. Сахароза, мальтоза, виноградный сахар, фруктоза, трихолоза, мелицитоза, фукоза, альфа-мельтиглюкозит и инозит. Любопытно, что между сладостью вещества и его усвояемостью имеется связь. Все 9 веществ, воспринимаемых пчелой как сладкие, усваиваются ее организмом. Большинство сахаров, которые человек воспринимает как сладкие, пчелы отказываются забирать. К таким сахарам относятся лактоза, галлактоза, маноза и другие. Есть сахаристые вещества, которые действуют на пчел, отталкивающие. Генцибиоза, рафиноза, гликоген и другие. Разные насекомые различно воспринимают сладкие для человека вещества. Например, рафиноза, который пчелы не берут, очень охотно поедается муравьями. Сахарин и дульцит, которые человек ощущает как сладкие, у пчел не вызывают этого ощущения. А концентрированные их растворы пчелы отказываются принимать. Опыты показали, что пчела набирает в свой зопик тем большее количество сиропа, чем он слаще на вкус. Это дало возможность поставить опыты по оценке чувствительности пчел к поваренной соли. Пчелам скармливали два сиропа по опыту, содержащие одинаковое количество сахара, но к одному из них подмешивали соль. Соли прибавляли так мало, что пчелы охотно брали подсоленный сироп, но брали его в меньших количествах, чем чистый. Подобным опытом было установлено, что пчелу различают не только сладкое, но также соленое, кислое и горькое. Оказалось, что пчела более чувствительна к соли и кислым веществам, но менее чувствительна к горьким веществам, чем человек. Пчела охотно забирает смесь хинина с сахаром в такой пропорции, которую не выносит человек. Поэтому еще хочу добавить к этой статье, иногда используют для борьбы с клещом, дают горький перец с сиропом размешанный. И пчела его свободно берет и никаких проблем. Но так как становится, как говорится, клещ, который сосет, лимфу пчелы, он не воспринимает это. Вот на этом основании обосновано то, чтобы давать раствор горького перца с сиропом. И еще одну статейку прочитаю. Помощь пчелам в белковом питании. Весной прошлого года я выставил из зимовки 4-7 пчел. Были они в хорошем состоянии. Внизе каждая имелась по 2-3 рамки открытого расплода. А перги не было. Из-за неблагоприятной погоды пчелы не могли летать в лес за 1-2 километра. А нужда в пыльце была очевидна. То есть это как зачастую весной бывает неблагоприятная погода. Поэтому пчеловодам советую подготовить с осени пыльцу. Можно ее насушить. Можно кукурузную муку подготовить. Ну и вот как вот тут он описывает, тоже возьмите во внимание. Прочитав статью Щербакова по вопросу обеспечения пчел пыльцой в ранний весенний период, я принял решение пойти в лес и нарвать сережек орешника. Ну вы знаете, сережки орешника это самый лучший пыльценос ранней весной. Так как орешник в это время уже пылил, рвать сережки приходилось очень осторожно, чтобы не высыпать из них драгоценное содержимое. Принесенные домой сережки, примерно 250 грамм, я высыпал в широкий, но неглубокий ящик с подосланной на дно бумагой и в течение двух суток подсушил их возле печки. При подсыхании многие недозревшие сережки раскрылись и пыльца частично высыпалась из них на бумагу. Ящик, выставленный затем на пасеку, без всякой дополнительной приманки, быстро привлек к себе пчел. Пришлось убедиться, насколько велика была потребность пыльце. Со свойственной торопливостью и энергией пчелы копошились в массе сережек, раздвигали их ножками, упорно добирались до дна ящика, где сплошным слоем лежала пыльца и заполнив свои корзиночки, ножи улетали в гнезда и вновь возвращались. Лед пчел к ящику прекратился через 4 дня, когда в нем не осталось ни одного пыльцевого зернышка. Думаю, таким способом можно заготавливать пыльцу прок на конец лета и осень, когда в природе мало пыльценосов, но потребность в ней не снижается. Итак, друзья дорогие, обратите внимание, это важная и очень важная информация, чтобы иметь правильное развитие ваших семей. До встречи, ставьте лайки, подписывайтесь. До следующего видео. До встречи, ставьте лайки, подписывайтесь. До встречи, ставьте лайки, подписывайтесь. Продолжение следует...